Крыша течет, трубы лопаются, штукатурка с фасадов высыпается. Все многоэтажки имеют неприятное свойство стареть. Это я к чему. Сегодня будем говорить про капитальные ремонты. В нашей студии генеральный директор фонда капремонта Вячеслав Долгов. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я начну сразу на злобу дня. Ваш кредитпромбанк, который 7 ноября у нас лишился лицензии, через него можно было оплачивать капремонт без комиссии. Сейчас какая у нас ситуация с этим? Да, в действительности. Это был пока единственный банк, который с такими условиями у нас без комиссии. Мы предполагаем, что мы найдем способ найти без комиссии. Но и на сегодняшний день есть несколько кредитных организаций, которые такие же условия предлагают. Ну а насчет платежного агента, который будет принимать без комиссии, я думаю, выработаем мы это условие. То есть найдем способ, чтобы для людей было, в принципе, удобно. Да, сейчас вопрос решается. А если денег нет вообще, не то чтобы перевести их каким-то с процентами или без процентами, с работы уволены для человека, как-то в рассрочку можно платить за капитальный ремонт? То есть войдете в положение, если будет обращение? Ну, если у собственника возникли обязательства, то есть он не может с ними справиться, то есть мы можем дать ему рассрочку до 12 месяцев. То есть единственное условие, то есть мы соглашение о реструктуризации задолженности даем один раз, если человек его не нарушил. Если человек нарушил, то мы повторно уже соглашения с данными гражданинами не будем. То есть это как бы такие разовые каникулы, как это сейчас называется, как ипотечные, например, только с... Ну, всякое с жизнью у людей происходит, мы понимаем, что и может быть с работы, и может быть по началу действия программы капитального ремонта там что только не говорили, то есть платить, не платить, то есть некоторые до сих пор не верят, то есть и до сих пор не платят, да, то есть до сих пор думают, что эту программу ликвидируют. А это что нужно сделать, чтобы, то есть это обратиться с заявлением к вам? Да, это просто подойти в фонд, написать заявление о реструктуризации задолженности, то есть мы составим соглашение в этот же день. Если человек все-таки накопил долг, да, соответственно, ему, значит, начислены пени, но все-таки он там осознал, да, раскаялся или, например, деньги нашлись, и он такой, сейчас заплачу весь долг. Вот может он рассчитывать на то, что пени ему все-таки там простят, спишут, или это уже не вариант? Ну, тоже, опять буду уходить к законодательству, то есть пени тоже является, формирует фонд капитального ремонта, то есть это не является доходом самого фонда капитального ремонта, то есть это является именно тем котелком, который потом, на который ремонтируются квартирные дома. То есть если долг накопился, все-таки пени придется в любом случае оплатить. Хочется поговорить про льготы. Вот сейчас они кому положены? Не планируется ли со следующего года, законодательство у нас любит менять, да, какие-то их изменения в плане льготников? Ну, по поводу изменений пока не слышал, да, но на сегодняшний день льготная категория граждан есть, то есть люди, достигшие 70 лет, люди, достигшие 80 лет и инвалиды первой и второй группы. Сначала платят, потом... Сначала оплачивают, да, и люди, достигшие 70 лет, то есть они получают 50% компенсацию, люди, достигшие 80 лет, 100% компенсацию. Для этого им необходимо обратиться в соцзащиту по месту регистрации. Ситуация такая. Человек купил на вторичном рынке жилье и, как выяснилось, купил с огромным долгом за капитальный ремонт, да, например. Что в таком случае делать человеку? То есть до этого это была не его квартира, он купил там долг, да. Кому в итоге предъявят этот долг? Ну, для начала хотелось бы, чтобы этот человек все-таки к предыдущему собственнику обратил, чтобы в добровольном порядке погасил эту задолгу. Ну, это, конечно, так. Не помогло, предположим. То есть, да, досудебное, так скажем, решение. То есть, если это не помогло, то новому собственнику придется оплатить в силу статьи 158, часть 3 ЖК за должность за предыдущего собственника. Но в гражданском законодательстве есть такой пункт, и человек может обратиться уже после оплаты к предыдущему собственнику и взыскать с ним. Желательно требовать вообще квитанцию с чеками на уплату, что человек все уплатил. И за капремонт, и за все остальные жилищные коммунальные службы. Да, то есть, предыдущий собственник, он же может к вам обратиться, чтобы вы ему дали какой-то документ, да, что, например, долгов нет, или что оплачено... Ну, да, если задолженности нет, то есть, предыдущий собственник подходит к нам, берет сальду ведомости или справку о наличии, о отсутствии задолженности. Это важный момент. Вы знаете, еще интересная ситуация. По улице Пушкина в Канаше есть дом номер 54, ему 65 лет сейчас примерно. Ремонт фасада запланирован на 2042 год, то есть, когда дом будет, ну, почти 90 лет, да. Вот вопросы, сходя из этого, вот как все-таки отбирают дома, которые должны войти в краткосрочную программу, и когда, какой вид работы должен быть сделан? Потому что, ну, дом небольшой, двухэтажный, но когда ему будет 90 лет, мне кажется, поздновато, нет? Ну, если в долгосрочной программе он стоит на 2042 год, значит, такие сведения в свое время передавали от лучшей организации этот дом. То есть, они сами решили, что пока все в порядке? Ну, получается так, да. Ну, если в действительности необходим капитальный ремонт, если он срочен, то есть, на квартирные дома, по любым видам капитального ремонта, которые износ выше 70%, могут принять решение о переносе срока с более позднего на более ранний. То есть, это нужно как-то заказать какую-то компетентную организацию, чтобы они провели оценку? Ну, необходимо, получается, получить справку об износе, необходимо обследование госжилоинспекции, необходимо провести собрание собственников, на этом собрании принять это решение, да. И еще одно из условий – это процент собираемости средств. В этом доме должно быть не ниже 90%. Если подводить итоги этого года, я думаю, что уже пора. Как у нас, да, сколько мы отремонтировали домов в республике, в городе? Ну, пока мы отремонтировали 150 многоквартирных домов. Это много или мало по сравнению с предыдущим периодом? Мало. Мало. Почему? Да, хотелось бы больше, но здесь у нас зимние условия не позволяют выполнить работы именно в зимний период. То есть, у нас очень много многоквартирных домов в этом году попали с ремонтом фасадов и ремонтом крови. Как раз на зимнее время. Да, учитывая все конкурсные процедуры, разработка проектной смертной документации, то есть, у нас большая часть домов попала именно на зимний период. Я правильно понимаю... Эти дома будут сделаны только теперь уже после отопительного периода, как только будут благоприятные погоды. То есть, я правильно понимаю, что вы логично подошли и перенесли работы, которые нельзя делать с зимой, перенесли на просто... Ну, конечно, здесь и качество выполнения работы страдает. И здесь и небезопасно как для самих граждан, проживающих на квартире дома, так и небезопасно для рабочих. Да, вот как раз в продолжении темы, да, буквально 20 ноября российская газета дала такую новость. В Пензе завели дело о халатности при капитальном ремонте дома. Отличился трехэтажный дом в заводском районе, построенный в середине прошлого века. Летом раскрыли крышу, так не завершили ремонт. И в итоге, значит, дом заливало дождевой водой. Состояние ухудшилось. Но, в общем, в итоге в квартире обвалился потолок. У нас такого ничего не происходило. Но, в таком случае, СМИ не знают. Значит, наверное, не было никаких подобных моментов. Ну, ситуации происходят разные. То есть, и протечки во время капитального ремонта тоже были. То есть, эти вещи стараемся устранять моментально. Это в этом году? Или в целом? В целом, говорю. То есть, ну, и в этом году небольшие, ну, были один-два. То есть, жалобы какие-то поступают? Поступают, да, были. То есть, здесь, в основном, это нарушение технологических условий производства работы. То есть, пленку вовремя не заклеили. То есть, не закрыли крышу. Пошел дождь и залило квартиру. То есть, такие... Что называется? Подрядчик на косячи? Ну, здесь, да, халатность подрядчика. То есть, подрядчик, в большинстве случаев, здесь сознается. То есть, и весь ущерб, нанесенный имущество граждан возмещает. Естественно, с ними прорабатываем этот вопрос, чтобы не допускать впредь. То есть, чтобы таких вещей не происходило. То есть, людям еще раз повторим. Если вдруг, да, понимают, что подрядчик делает что-то не то, да, а никуда, обращаются к вам непосредственно с заявлением? Сразу к нам с заявлением, да. То есть, либо позвонить, либо заявление написать, да. Если какие-то действия происходят, если подрядчик, по их мнению, выполняет работу несоответственно, например, с планом производства работы или не с теми технологическими условиями. А вы что делаете там в таком случае? Тут же выезжаем. То есть, у нас есть служба технического надзора. То есть, своя есть, плюс наемная служба строительного контроля. То есть, вместе с ними выезжаем, обследуем, то есть, приглашаем обслуживающую организацию. Смотрим причины возникновения тех или иных обстоятельств и стараемся тоже на месте решить. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с генеральным директором фонда капремонта Вячеславом Долговым. До свидания.